Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! На канале РТР Молдова Вести в студии Галины Поповой. Главное к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд Лондона приговорил Джулиана Асанжа к 50-недельным заключения за нарушение условий освобождения под залог. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профсоюз преподавателей бьет тревогу в связи с нехваткой средств на выплату зарплат. Учреждение направило запрос в правительство, в Министерство финансов, в Министерство образования, а также в Федерацию профсоюзов образования и науки. Согласно документу, некоторым высшим и средним учебным заведениям хватит финансов на выплату зарплат лишь до июня, максимум до августа этого года. В заявлении профсоюза преподавателей указывается, что проблема возникла после утверждения закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере от 23 ноября. Теперь выходит, что зарплаты преподавательскому составу могут быть выплачены лишь за 6-8 месяцев 2019 года. Возникающий разрыв не может быть полностью ликвидирован без финансирования со стороны правительства. В первоначале были обращения со стороны научно-исследовательских институтов при Академии наук. Позже по принципу солидарности к нему присоединились и другие учебные заведения, у которых возникла такая же проблема. В своем обращении профсоюз преподавателей также выразил недоумение и постановлением правительства, согласно которому профессионально-технические учебные заведения перешли на финансирование в режиме финансово-экономического самоуправления. В учреждении объясняют, не принят во внимание тот факт, что высшие учебные заведения еще с 2013 года работают в режиме финансовой автономии. Получается, что изменение правил финансирования, когда каждый второй студент учится по контракту, сумма которого не менялась, существенно сократила бюджеты учреждений. Согласно документу на сегодняшний день, дефицит бюджета для выплаты зарплат в 12 университетах и 15 центрах передового опыта и профессионально-технических учебных заведениях составляет 120 миллионов леев. Столько же не хватает на их содержание. В телефонном разговоре с корреспондентом РТР Молдова, председатель Федерации профсоюзов образования и науки Геннадий Донос сообщил, что лично поставил в известность Министерство финансов. Я связывался с министром финансов, господином Ионом Кику и с руководством министерства. Мне дали понять, что проблема будет решена по мере необходимости. Когда это будет нужно, бюджет пополнят. Надеемся, что так и будет. Также он выразил надежду, что в скором времени по этому вопросу проведут официальное заседание, на котором найдут выход из ситуации. Корреспондент РТР Молдова также обратился за комментарием в Министерство финансов. Однако на телефон и звонок никто не ответил. Не проехать, не пройти. Такая ситуация сложилась в столичном микрорайоне Старая Почта. На перекрестке улиц Дойна и Соколова уже вторую неделю не работает светофор. Как выяснилось, в режим желтого мигающего сигнала его переключили на период пасхальных праздников для удобства регулировки транспорта. Мира, однако, возымела обратный эффект. Автомобили простаивают в пробках, а пешеходы говорят, что приходится рисковать жизнью. Подробности в репортаже Ольги Гриненко. Перекресток улиц Дойна и Соколова в километре кладбище Святого Лазаря. Движение здесь всегда оживленное, особенно в канун Радуницы. До недавнего времени поток транспорта регулировал светофор, но уже вторую неделю он не работает. Причину назвали в диспетчерской предприятии «Люмтех», отвечающего за обслуживание столичных светофоров. По распоряжению полиции и департамента дорог был переведен в желто-моргающий свет. Для удобства регулировки транспорта на кладбище. В чем заключается удобство регулировки, непонятно. Светофор не работает, патрульных нет, а лихачей хоть отбавляй, говорят пешеходы. Очень странно, почему отключили. Потому что у нас вообще как бы не очень много случаев, что сбивают пешеходов. И поэтому надо... Вот вы видели сразу же ребенок там, как он, он боится же, да. От страха всякое бывает. Одни подолгу выжидают, другие норовят проскочить. Так или иначе, пешеходам приходится действовать на собственный страх и риск. Не знаю, идти или останавливаться. Потому что не знаю, что у него на уме. Светофор есть, светофор. А здесь они выключили. Не знаю, кто первый должен ехать. Постойте здесь полиции, посмотрите, что здесь творится. Сейчас где-то к обеду посмотрите, что здесь творится. Здесь пробки? Пробки, конечно. Сигналы друг друга ругают. Могут тебе задавить, и он не реагирует. Есть водители, которые уважают пешеходов, и останавливаются пропустить. А некоторые, особенно молодые, едут и ничего перед собой не видят. В пресс-службе муниципального управления полиции комментарии относительно регулировки движения на улицах Дойна-Соколова получить не удалось. На телефонный звонок корреспонденты РТР Молдова там не ответили. Известно ли, что светофор вернется в прежний режим работы 7 мая после Радуницы? Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. Во всем мире сегодня отмечается День солидарности трудящихся. Молдова не исключение. 1 мая празднует примерно треть граждан нашей страны. Такие данные предоставляет агентство Magenta Consulting. Большинство отмечающих выходят на природу или устраивают застолье с друзьями и близкими. 1 мая празднуют трое из десяти граждан нашей страны. Согласно данным компании Magenta Consulting, 44% празднующих проводят День дома в кругу семьи. Еще 41% выходят с родными на природу. 6% участвуют в различных манифестациях по случаю 1 мая. А 5% предпочитают отдых в заведениях, кафе и ресторанах. Почти 45% из тех, кто отмечают День солидарности трудящихся, живут в городе. Остальные – в сельской местности. При этом 35% из всех празднующих получают доход ниже 3000 леев ежемесячно. 39% из тех, кто уважает Первомай – граждане в возрасте от 51 до 70 лет. И почти столько же – возрастной категории от 31 до 50 лет. Жители страны моложе 30 и большого значения празднику не придают. Опрос проводился с 26 марта по 15 апреля. В нем принял участие 521 человек старше 18 лет. Уровень погрешности составляет 4%. Между тем, в Кишиневе по случаю Дня солидарности трудящихся состоялся традиционный марш партии социалистов и ее сторонников. Колонна в несколько тысяч человек прошла от цирка до сквера театра оперы и балета имени Марии Биешу. Помимо членов и народных избранников от ПСРМ, участие в мероприятии приняли президент Молдовы Игорь Дадон, которого социалисты считают неформальным лидером политформирования. А также депутаты Госдумы Российской Федерации Артем Туров и Олег Нилов. Марш солидарности и социальной справедливости партия социалистов организует уже восьмой год подряд. Традиционно колонна двинулась от цирка в сторону сквера театра оперы и балета. Мир, труд, май! Мир, труд, май! 1 мая – это день солидарности трудящихся, чтобы в этот день всегда была справедливость, был покой, был праздник, а главное – был мир. Май, мир, труд, чтобы был мир, чтобы была работа, чтобы люди жили дома. 1 мая – это один из самых старинных, традиционных праздников, который представляет рабочий люд со всех стран мира. Чтобы у нас был мир на земле, чтобы все вернулись домой. Колонну возглавили руководство и народные избранники ПСРМ, а рядом с ними шли депутаты Государственной Думы от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», с которыми социалисты подписали соглашение о сотрудничестве. Всех поздравляем с этим прекрасным днем первомайским, даже если немножко облачно, все равно, видите, сзади звучит мир, труд, май. Это нужно людям, и это нужно поддерживать, это и наши истории. Вот эта вот социальная справедливость, которая сегодня в том числе декларируется, и вообще отношение общее к Дню Труда, который сегодня отмечается и в России, и в Молдове, как раз и объединяет наши народы. Поэтому мы сегодня с радостью здесь присутствуем. Наши требования должны звучать не только 1 мая, они должны быть превращены в законы, в решения, которые обеспечат людям труда самое главное, самое главное для людей труда – зарплата, пенсия, достойная для людей труда. В марше принял участие и президент Молдовы Игорь Дадон, которого социалисты считают неформальным лидером политформирования. Со сцены, установленной в сквере театра оперы и балета имени Марии Беешу, он поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил за активное участие в марше. Самое большое богатство нашей страны, Молдовы, это ее граждане. Наши граждане самые лучшие. Я уверен, что у Молдовы есть будущее с таким народом, с такой молодежью. К сожалению, в последние годы мы теряем это богатство, люди уезжают, а задача каждого правительства, каждого президента и парламента – сделать все возможное, чтобы граждане чувствовали себя счастливыми у себя на родине. Отметим, что День солидарности трудящихся празднуется ежегодно 1 мая во многих странах мира. Праздник был учрежден в конце 19 века. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести, Молдова. С Днем Международной солидарности трудящихся поздравили граждан и представители партии коммунистов. В пресс-релизе политформирования отмечается, что сегодня в условиях абсолютного бесправия трудового народа идеалы и ценности 1 мая актуальны как никогда. Коммунисты подчеркивают, что их общая с простым народом задача – не просто давать отпор, не просто сопротивляться все более и более явной диктатуре. Итогом нашей борьбы должно стать освобождение государства, возвращение его в руки народа. В день 1 мая мы желаем нам всем безоговорочной победы в этой священной борьбе, говорится в сообщении ПКР. Тема у праздника «Весны и труда» продолжим в международном обзоре, а сейчас перейдем к политической повестке. Игорь Дадон заявил, что у правой оппозиции есть еще месяц на то, чтобы принять решение о формировании коалиции. Если этого не произойдет, в стране проведут досрочные парламентские выборы. Эти заявления президент Молдовы сделал во время митинга, посвященного празднику 1 мая. Неформальный лидер ПСРМ отметил, что социалисты предложили правой оппозиции создать крепкое правительство и парламентское большинство. Однако, по словам Дадона, представители блока АКУМ до этого еще не созрели. Глава государства заявил, что если не будет создана коалиция, представители ПСРМ объяснят гражданам, из-за кого в стране пройдут досрочные выборы. В то же время Дадон выразил уверенность, что ПСРМ одержит на них победу. В Гагаузии официально дан старт избирательной кампании по выборам Башкана. Кандидаты могут подать документы в Центр избирком автономии с сегодняшнего дня и до 30 мая. Регистрация инициативных групп продлится до 25 числа этого месяца. Выборы Башкана в Гагаузии состоятся 30 июня. Напомним, 4 года назад победу с первого тура одержала кандидат Ирина Влаг. За нее тогда проголосовало более 51% избирателей. Главным конкурентом Влаг был экс-депутат парламента Демпартии Николай Дудугло. Тогда он получил поддержку более чем 19% голосов. Адвокат и независимый кандидат на выборах в Европейский парламент от Румынии Петре Костя выступил с петицией, призванный облегчить процесс восстановления румынского гражданства для молдавских граждан. Он призывает подписать этот документ всех заинтересованных жителей Молдовы, чтобы в ближайшие три недели передать его румынским властям. В ходе пресс-конференции Петре Костя подчеркнул, что этот шаг не связан с предвыборной кампанией в Европарламент и является поддержкой для наших граждан. Адвокат отметил, что в феврале, когда он приезжал в Кишинев для сбора подписей, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на выборах в Европарламент, многие не смогли этого сделать, потому что у них не было румынских документов. Некоторые из них сказали, что уже много лет ждут восстановления румынского гражданства. Костя отметил, что принял к сведению жалобы и опасения молдаван, поскольку шесть лет назад он сам оказался в такой же ситуации, когда начал процесс восстановления румынского гражданства, на что ушло больше года. Румынское посольство в Молдове заявление адвоката пока не прокомментировало. Более 8,5 миллионов леев из резервного фонда правительства было распределено за первые три месяца этого года. Один миллион перечислили государственной канцелярией на расходы для компаний по продвижению имиджа страны. Более чем в 700 тысяч леев обошлись услугой американской юридической компании, которая представляла интересы Молдовы в зарубежных судах. Почти 4 миллиона леев выделили агентству публичной собственности, и 3 миллиона получила мэрия Бельц на ремонт крыши одной из местных школ. О других событиях более подробно в рубрике «Короткой строкой». В марте 2019-го молдавские граждане перечислили из-за рубежа почти 102 миллиона долларов. В Нацбанке уточнили, что это на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Доля переводов из России сократилась до 21%. Из Федерации отправили около 21 миллиона долларов. Это почти на 8% меньше, чем за март прошлого года. До 20 миллионов долларов увеличились перечисления из Израиля. Доля переводов из стран Евросоюза составляет 46%, из СНГ – около 22%. Молдова остается в числе стран самым маленьким военным бюджетом. Это несмотря на то, что в 2018-м наша страна увеличила военные расходы на 13%, до 34 миллионов долларов. Данные представил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. В пятерку государств самыми большими расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них приходится 60% мировых военных расходов. С 1 мая гарантированный минимальный размер зарплаты в реальном секторе увеличился на 165 леев и составляет 2775 леев в месяц. Работодатели больше не смогут платить менее 16 леев 42 банов за час. 1 мая прошлого года минимальная зарплата составляла 15 леев 44 бана за час, то есть 2610 леев в месяц. Размер минималки правительство пересчитывает каждый год в соответствии с ростом цен и производительностью труда на национальном уровне. Две машины столкнулись накануне вечером на пересечении столичного бульвара Григорий Виеру и улицы Иерусалимской. Автомобили превратились в груду металлолома. Водители двое пассажиров одной из иномарок получили травмы и были госпитализированы. Второй автолюбитель не пострадал. Известно, что один из шоферов превысил скорость, а другой его не заметил. В результате столкновения иномарка снесла рекламный баннер. Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Успевайте забирать посылки из почтового терминала за 48 часов вместо 72. Срок хранения сокращается с 1 мая. В госпредприятии Пошта Молдовии объяснили, что эта мера позволит ускорить доставку отправлений и увеличить объем посылок. По истечению 48 часов невостребованное отвозят в почтовое отделение МД-2000 по адресу пьяца Гэри 3. У футбольного клуба «Шериф» сменится наставник. Горан Саблич ушел в отставку. Теперь уже бывший главный тренер объяснил свое решение тем, что за последние два месяца результаты команды ухудшились и взял ответственность на себя. Саблич заявил, что клубу нужна новая кровь. Он поблагодарил руководство игроков и весь персонал, а команде пожелал успехов и новых побед. Кто станет новым тренером ФК, пока не сообщается. В связи с пасхальными каникулами, которые продлятся для школьников до 6 мая, генеральный инспекторат полиции напоминает о правилах безопасности детей. Специально для этого правоохранители запустили по всей стране компанию под названием «Грижа». Забота, в ходе которой объясняют, как ребенку нужно себя вести в нештатных ситуациях. Безопасность во время весенних каникул включает в себя соблюдение общих правил поведения, о которых взрослым следует обязательно напомнить детям. В связи с этим инспекторы полиции выступили с рядом рекомендаций и советов для отдыхающих школьников. Никогда не открывайте двери незнакомцам, даже если они говорят, что их пригласили ваши родители. Дверь всегда должна быть заперта. Не предоставляйте личные данные или фотографии тем, с кем вы общаетесь в интернете. Не говорите незнакомцам, которые звонят по телефону, что вы одни дома. Соблюдайте правила дорожного движения и не бегайте по пешеходным переходам. Избегайте мест, которые плохо освещены. Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям. Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в машину и показать, например, улицу или дом. Не стесняйтесь звонить или сходить к соседям, если вы боитесь, чувствуете угрозу или вам нужна помощь. Также сотрудники генерального инспектората полиции обращаются к родителям, чтобы те распечатали и дали ребенку памятку с телефоном Единой службы экстренных вызовов 112, набрав которую он сможет в любое время суток получить инструкции к правильным действиям в нештатной ситуации. Быть бдительными следует не только детям, но и взрослым, в частности водителям. Сегодня в обеденное время на улице Албешуар произошло ДТП с участием автомобилей поезда, следующего по маршруту Кишинев-Унгены. После сильного удара на железнодорожном пути машина перевернулась. На место происшествия прибыла скорая помощь пожарной полиции. В машине находился только водитель. К счастью, он не пострадал. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Автолюбитель заявил, что не заметил, работал светофор или нет. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Время новостей с зарубежа и начнем с праздничного. Митинги, шествия, концерты, фестивали и мастер-классы. В России сегодня тоже отмечают 1 мая. Самые массовые гуляния традиционно проходят в Москве. По улицам российской столицы в праздничных колоннах сегодня прошли десятки тысяч человек. Это представители профсоюзов, общественных организаций, политических партий, а также молодежи, ветераны труда. На Первомайскую демонстрацию в центре Москвы, по данным организаторов, собрались сегодня более 100 тысяч человек. На Красную площадь люди традиционно пришли целыми рабочими коллективами. Многие семьями и детьми. Еще несколько лет назад Первомайская демонстрация не проводилась, но традицию возродили. От Васильевского спуска к историческому музею идут учителя, строители, железнодорожники, шахтеры, люди всех профессий. Солнце, улыбки, цветы, шарики и, конечно, музыка. Главный лозунг шествия за справедливую экономику в интересах труда. Не потерять замок экономическими показателями простого рабочего призывают профсоюзы. 1 мая отмечают более чем 100 странах мира. В России к празднику присоединяются и политические партии. Мы говорим «Да здравствуй, 1 мая! С праздником!» 1 мая – это праздник труда и солидарности. Самых великих побед мы добились, когда солидарный труд, солидарный подвиг, солидарное открытие позволяло нам прорваться к самым высоким, самым большим высотам побед. Владимир Жириновский о самом празднике говорил мало. Все больше о Венесуэле и мировой политике. Во всех странах мира его считают как день солидарности, праздник весны, труда, борьба за мир. И это все еще сегодня актуально. Для миллионов россиян демонстрации и митинги – это только начало праздника. Впереди длинные выходные. Один человек погиб и почти 100 получили ранения менее чем за сутки в ходе протестов в Венесуэле. Такие данные приводит местная неправительственная организация. Накануне лидер оппозиции Гуайдо, побывавший на военной базе Ла Карлота, объявил, что военные перешли на сторону протестующих. Но несколькими часами позже президент Венесуэлы Николас Мадуро, опроверг эту информацию, заявил в прямом эфире, что вооруженные силы всегда были верны главе государства и Конституции. И добавил, что никто никогда не захватывал базу Ла Карлота. По словам председателя национального собрания Диаздада Кобельо, заговорщики полностью разбиты и бежали по посольствам. Гуайдо, в свою очередь, написал в Твиттер, что операция «Свобода» вступила в финальную стадию. Лидер оппозиции призвал сторонников выйти на улицы, чтобы положить конец узурпации власти. «Мы обращаемся к вооруженным силам. Сегодня нам стало ясно, что армия на стороне народа». К манифестантам присоединился еще один лидер оппозиции Леопольдо Лопес, которого днем ранее военные освободили из-под домашнего ареста. Позже он уклился в посольстве Чили, а затем, по словам чилийского посла, вместе с семьей перебрался в диппредставительство в Испании. Во вторник на улицы вышли сторонники Николаса Мадуро, которые считают, что армия предала страну. «Предатели, военные самозванцы, они говорят, что их обманули, но народ знает, что никто их не обманывал. Они предали свою страну и свой народ». В ночь на среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро был готов бежать на Кубу и что для него уже даже был готов самолет в аэропорту. По словам Помпео, остаться в Венесуэле Мадуро уговорили власти России. Венесуэльский президент ответил, что все это сумасшествие, ложь и манипуляция. Прокомментировал ситуацию и российский МИД. В заявлении американским СМИ представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова Помпео фейками, которые Вашингтон использует как часть информационной войны, чтобы деморализовать венесуэльскую армию. Конец цитаты. Ситуация в Венесуэле стала одной из главных тем заседания Совета безопасности России. Встречу провел Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский президент также проинформировал собравшихся о своих переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ином во Владивостоке и об итогах международных контактов в ходе своего рабочего визита в Китай. Также на совещании обсуждались внутрироссийские вопросы. Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, дала первую после приговора пресс-конференцию по телефонной связи прямо из тюрьмы. Часть вопросов подвергли цензуре, как сообщается из соображения безопасности самой Бутиной. В ходе пресс-конференции говорили об условиях содержания, допросах, жесткости вердикта и о планах по возвращению Марии в Россию. Да, Маша, ты меня слышишь? Применялись ли пытки? Это первое, о чем ее спросили. Мария Бутина однозначно ответила нет. Да, были допросы, была изоляция, все, что не противоречит американскому законодательству. Объяснила, сделка с правосудием США заключалась в том, что признала, не зарегистрировалась как иностранный агент. Я не ожидала такого сурового наказания за нерегистрацию в качестве иностранного агента. Мне дали такой же срок, как, например, человеку, который торговал секретной информацией в сторону китайского правительства. Это страшный позор американскому правосудию. Американский суд подтвердил, нет ни цента ущерба для США, нет вмешательства, нет пострадавших. Марию Бутину допрашивали и в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. И тоже ничего не нашли. Со мной беседовали, наверное, минут пять. И в публичном пространстве никакого упоминания меня в этом докладе вообще нет. Это абсурдные совершенно спекуляции. Они папочку закрыли и ушли. Потому что, ну, наверное, формально они обязаны меня были спросить. Чтобы этот телефонный разговор состоялся, организаторы купили американскую сим-карту и официально зарегистрировали в реестре тюремной системы. Мария Бутина не давала оценок американскому правосудию. Так безопаснее для нее. Конечно, спросили про условия содержания. Сейчас претензий нет. Работа, гимнастика, книги, ответила Бутина. Здесь в местной библиотеке была огромная коллекция российских классиков. Так что я перечитала очень много произведений Достоевского, Чехова, Лермонтова. Я это время именно инвестировала для собственного развития. В России Мария Бутина хотела бы заняться преподавательской деятельностью. Но до депортации еще девять месяцев. Впрочем, Мария и ее адвокаты надеются на сокращение срока заключения по апелляции или за примерное поведение. Суд Лондона объявил о мере пресечения для Джулиана Асанджа. Основатели сайта Викиликс приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. У здания суда в эти минуты проходят пикеты его сторонников. Уже завтра состоятся слушания об экстрадиции Асанджа в США, где ему грозит до пяти лет лишения свободы. По меньшей мере, два человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в университете Северной Каролины. По данным полиции, нападавший уже задержан им оказался 22-летний Тристан Эндрю Террелл. Предположительно, он учится в этом университете. Сейчас молодой человек находится под стражей. Против него уже выдвинутые обвинения сообщаются в твиттер-аккаунте местной полиции. Я услышала стрельбу и очень испугалась. Не знаю, в библиотеке ли он был. Началась паника. Я звонила отцу, но потом зашли полицейские и приказали опустить руки на пол. Я даже не была уверена, полицейский это был или нападавший. Стрельба в университете произошла всего через несколько дней после того, как житель Калифорнии открыл огонь в синагоге городка Поуэй. В результате погибла одна женщина, еще три человека получили ранение. Президент США Дональд Трамп, члены его семьи и группа компании Trump Organization подала иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк против немецкого Deutsche Bank и других банков с целью запретить им предоставлять Конгрессу информацию по их финансам. Родственники американского президента намерены через суд заблокировать эти запросы, которые, по их мнению, не имеют законной силы. Deutsche Bank, в частности, входит в число организаций, у которых комитеты Палаты представителей запросили сведения о Трампе. Как сообщали ранее американские СМИ, законодательные рассчитывают выявить данные о возможной связи России с кредитами, выданными президентом США. В марте New York Times писала, что Deutsche Bank за несколько лет предоставил Трампу кредиты на суммы свыше 2 миллиардов долларов. Это произошло до его избрания президентом США. В апреле американские демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса, активизировали расследование финансовой деятельности Дональда Трампа. Они запросили у Deutsche Bank и ряда других финансовых учреждений информацию о транзакциях с участием президента США и сделках, которые эти банки провели с представителями России. Демократы заявляют, что их расследование будет продолжаться вне зависимости от вывода в доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом российском вмешательстве. Гигантский торнадо пронесся над Румынией, не на шутку перепугав местных жителей. Эти кадры были сняты недалеко от города Калыраж на юго-востоке страны. Огромный смерч поднял в воздух многометровый столб пыли. Торнадо пронесся над районом, где практически нет зданий, но тем не менее успел оставить без крыши несколько построек. Кроме того, как сообщает Евроньюз, смерч перевернул автобус с четырьмя десятками пассажиров. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Торнадо редкое для Румынии явление. По словам метеорологов, причиной образования смерча стал холодный фронт, который также принес град и мощные дожди. Российские полярники приступили к строительству арктической базы Борнео. В районе, где будет находиться станция, уже десантировалась первая группа. Специалисты, среди которых строители и ученые, на парашютах высадились на льдине, дрейфующие возле Северного полюса. К этой операции полярники готовились несколько месяцев. Любая база полярников на Северном полюсе вот уже почти 20 лет начинается именно так. Связанные бочки обязательно ярких цветов летят на парашютах на льдины. Для нас это тест, и несмотря на то, что мы его проходим уже не первый год, мы вот здесь вот немножко в сжатом состоянии. И это сжатое состояние кончится тогда, когда мы увидим, что все платформы выйдут. В следующий раз поесть они смогут часов через 8, когда приземлятся на льдину и отыщут снаряжение. На льду построят сначала взлетно-посадочную полосу, а потом и на очную базу Борнео. Отдельную работу проводят и военные летчики. В условиях разреженного воздуха им нужно не только везти самолет, но и грамотно распределять груз. При этом самое сложное в создании базы Борнео – это спрогнозировать погоду. До ближайшей метеостанции отсюда почти 2500 километров. Поэтому иногда полярникам приходится ждать вылета по несколько дней. По их прогнозам, база Борнео должна заработать уже в течение ближайших двух недель. А если повезет с погодой, то и раньше. Таковы вести. Больше информации вы можете найти на нашем сайте rtr.mds. С вами была Галина Попова. До скорого. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.